Друзья, всем привет! Я уверен, наверняка каждый из вас хоть раз да и мечтал, чтобы иметь квартиру с видом на море или океан. Сейчас мы как раз находимся в жилом комплексе. Слева от меня как раз он, справа река Обь, и здесь чувствуешь себя комфортно. Но мы решили в нашем стиле показать вам коттеджный поселок, который уютный, рядом с лесом, и самое главное, находится на берегу Обского моря. Там есть пирс, места для отдыха, поэтому будем смотреть. Меня зовут Бессонов Владимир, это строительная компания плотников. Ну что, погнали! Сейчас мы как раз находимся у въезда в коттеджный поселок Пичугово море. Сзади меня находится штурвал. Очень приятно, что собственники подумали и тематически обыграли всю эту тему с близостью с морем. Концепция поселка заключается в том, чтобы создать здесь место силы, место, где можно приехать отдохнуть, избавиться от любой городской суеты. И если даже вы приезжаете на короткое время, к примеру, на выходные, чтобы вы по-настоящему смогли бы здесь отдохнуть, набраться сил на грядущую неделю. Находится поселок в 60 километрах от центра города, но, несмотря на это, добраться сюда достаточно просто и быстро, потому что дорога практически в идеальном состоянии. Сейчас мы находимся у здания администрации. Нам разрешили здесь самостоятельно похозяйничать и пойдемте за мной, я вам все расскажу. Ну что, добро пожаловать! Как раз здесь и находится основная центральная часть поселка Пичугово море. В первую очередь сюда приходят будущие клиенты поселка, и как раз здесь есть переговорная и уже существующие жители поселка. И здесь отдельно выделена административная часть. Ребята здесь все отлично, уютно украсили и устроили по-домашнему. Очень приятно, конечно, здесь находиться. Жересер! Вообще, все, что организовано в поселке, направлено в первую очередь на отдых. Во-первых, сделан и пляж, сделан отдельный пирс с катерами и организован детский клуб. Пойдемте, я вам все покажу. Так, друзья, здесь у нас Надежда Константиновна, няня или воспитатель, как кому удобно. Надежда Константиновна, можете рассказать вообще, как у вас здесь дела? Ребят, будем знакомиться? Да! Это Матвей, это Поля. Там Маша, Лиза и Василиса. Матвей, привет! Здорово, Владимир! Как у вас дела, нравится здесь? Отлично! А чем занимаетесь сейчас? Лепим. Лепим, а что лепите? Лодки, у кого лучше. Кому чуть больше понравится, там девочки драконы. Будь здорово! Лепят самостоятельно, что-то там делают. Ну а здесь мы вот, кто чем больше нравится, тот и занимается. Матвей и Полина. А меня Владимир зовут. Очень приятно. Взаимно. Как вам здесь? Как вам в поселке? Часто сюда приезжаете? Ну, не то, чтобы сказать часто, но вот начали часто приезжать. То есть раньше меньше ездили, да? А почему меньше ездили? Работаем много. Ты работаешь уже, да? А кем работаешь? Ну и так, чтобы сказать, но дача. А, все, все. Эксплуатируют тебя родители, да? Угу. Ремонтирую баню. А, баню ремонтируешь. Ясно. Молодец. Мы коллеги. Мы тоже домостроим. Другим занимаюсь. А чем занимаешься? Я модель. Ты модель? Да. Я юдоистка. Ну, а по форме видно, такая боевая девчонка. Ну, у нас вообще в клуб приходят ребятишки. Именно мы стараемся, чтобы дети могли проявить собственное творчество. Больше даем им возможности вот найти себя. То есть, внимание вот к ним для того, чтобы вот именно дети могли чем-то заняться своим. Вот сейчас сегодня у нас лепка, да? Вот они захотели, они лепят. А так у нас очень много, ну, скажем так, предложений, которые можно сделать детям. Если хотите, пойдем посмотрим. Давайте, давайте, пойдем, конечно. Здесь у нас игральная комната. Она рассчитана для того, чтобы дети просто могли поиграться. Кухня, там машинки. Вот здесь палатка. Очень дети любят именно иметь собственное пространство, где они могут уединиться. И вот такое же кресло, да? То есть, что ребенок, если ему надо, он может просто запрятаться и чем-то своим поиграть. Вот они любят брать особенно мягкие игрушки и там вот играть. И это их возможность здесь, как говорится, найти себе вот то занятие, которое им больше нравится. Вторая комната, если вы хотите, вот пройдите. Ну, увидите, да, тут творческий немножко хаос. Дети вот любят здесь у нас рисование. Тут же может быть и лепка. Видите, сегодня дети делали вот куколок из ниток. Они учатся вот либо вязать, либо вот что-то делать из ниток. И с детьми так девочки очень любят. Детей в основном больше в выходные дни, да, когда родители приезжают? Мы вообще работаем здесь именно в выходные дни. А именно в выходные дни. Как раз это вот организовано, то, что люди приезжают. Да. И здесь интересно проводить время не только взрослым, но и детям, да? Они не скучают с родителями. Вот как бы привезти сюда ребенка, чтобы, ну, заняться, например, надо в оговорот скопать. Надо что-то сделать. Ведь дача требует внимания. И не всегда вот можно, скажем так, это сочетать с ребенком. Удобно. Вот ребенок может здесь посмотреть мультики или подружиться с друзьями. Как говорится, он под присмотром. То есть мы тут какой-то контроль устраиваем. Мы просто даем ребенку вот здесь время возможности как-то заняться, подружиться. Вот. А родители могут в это время успеть сделать какие-то важные дела. Вот. Потом они приходят, ребенка забирают. Или, например, дети многие, которые приходят просто самостоятельно к нас, они уже знают, что сюда можно прийти. И многие дети просто прибегают, делают, что им хотят туда, ради чего они прибегали, и уходят потом домой. В принципе, очень удобная, думаю, вот такая идея, которую создать здесь администрация. Молодец в этом вопросе. Как раз поднимаемся на второй этаж, и здесь я расскажу вам о поселке с вида птичьего полета. Находимся мы сейчас здесь, у здания администрации. А приехали мы сюда и начали свой ролик как раз со штурвала, с самого въезда поселок. Вот это все Пичугово море. С правой части у нас находится зона отдыха, зона кайфа, комфорта, как раз примыкающая к морю. Что у нас здесь? Давайте разбираться. Во-первых, пирс, где находятся наши лодки, катера, яхты. Дальше у нас находится прогулочная зона, где можно подойти уже к морю. И пляж. Пляж с песочком, где можно посидеть, пожариться на солнце, покайфовать. И дальше у нас немножко другой формат отдыха. Это озеро, в которое уже запущены рыбы, и скоро уже можно будет рыбачить. Это будет возможно именно для жителей самого поселка. И через дорогу от озера находится зона активного отдыха. Горки для детей, каток, зона воркаута и качели. Но вообще эти планы были изначально, то есть они сейчас собственниками поселка реализованы. И уже сейчас поселок развивается дальше. И помимо самого Пичугового моря образовался порт Пичуги. Это легко увидеть как раз на карте. Вот эта старая карта уже Пичугового моря застроена. И здесь как раз порт Пичуги. Здесь выделен дополнительный пляж. И будет как раз прогулочная зона. Променад, по которому можно будет пройтись, прогуляться, покайфовать. И еще раз обращаю ваше внимание, что все направлено на отдых. Сзади меня пруд. Вот это даже озеро местное. Не знаю как правильно сказать. Но именно оно разделяет Пичугово на две локации. Это самая первая локация Пичугового моря, с чего как раз все начиналось. И новая нарезка под участки, под дома порт Пичуги. Рядом с озером организована некая искусственная дамба. И как раз через эту дамбу находится вся активная история. Здесь уже есть площадка для воркаута. Организовано место, где дети могут полазить. Также качели. И зимой здесь организуется каток и ледяные горки. Друзья, специально для вас мы подготовили каталог поселков. Чтобы скачать его, переходите по ссылке в описании. Самое большое преимущество поселка, это, конечно, его близость к Обскому морю. И здесь этим воспользовались вполне. Во-первых, здесь, где я нахожусь, ну, я смотрю прямо на море. А сзади меня организован полностью пляж, шезлонги, пирс, который до сюда доходит. Отдельно зона, где можно провести время, посмотреть кинотеатр. Здесь организовываются кинопросмотры. Один раз, я даже помню, сюда приезжал оркестр и организовывал какое-то мероприятие. И совсем рядом находится пирс с лодками, катерами и яхтами. Сейчас мы находимся на пирсе. Здесь как раз стоянка, дом для всех парусников, для катамаранов, для лодок, для яхт, для катеров. И я думаю, как раз ни в одном поселке такого нет. Друзья, пока мы здесь гуляли по пляжу, встретили Ефима. Привет! Здравствуйте! Ефим здесь оказался тоже в гостях. И мы решили поинтересоваться, как у него дела, насколько нравится сам поселок. В Пичугах, в поселке, у меня тут же не живет, а у него тут дача, у моего дяди. Сюда мы приезжаем, ну, редко довольно. Но сюда мы приезжали вот недавно, дня 3-4 назад, чтобы поздравить мою сестру с двумя годами. А, маленькая сестренка, совсем ясно. Поселок мне очень нравится, что неподалеку ты можешь и пойти искупаться в море, и просто покататься на велосипеде, просто походить. Ну что, переходим к самому важному, сколько все это удовольствие стоит. Участки стоят от 500 тысяч до 1 миллиона 400, и стоимость меняется в зависимости от местонахождения участка. Чем ближе к воде, тем он будет дороже. Вообще, рельеф поселка особенный, потому что есть уклон к самому морю, и создается некая такая терраса. То есть, под уклоном и строя дом, вы всегда будете видеть море. И в поселке буквально 15 линий, и даже от самой далекой 15-й до моря буквально 5-7 минут ходьбы. Полностью все участки оборудованы всеми необходимыми коммуникациями. Это электричество, это газ, водоснабжение. Дороги в поселке с щебеночным покрытием, но постепенно мы видим, что поселок достраивает уже асфальтированную дорогу. На мой взгляд, поселок Пичугово море и порт Пичуги – это как раз то место для отдыха. Если вы хотите радоваться жизни, кайфовать, то вам обязательно надо купить дом здесь. Помимо этого, если вы любите все водные виды спорта, либо кататься на яхте, либо ходить под парусом, или просто любите пляжный отдых и хотите какого-то уединения, то вам тоже обязательно надо быть здесь. Надеюсь, вам этот поселок так же понравился, как и мне. Если это действительно так, обязательно поставьте лайк. Поделитесь своим комментарием, что вы думаете об этом поселке.